Сегодня день рождения Сталина. Я хочу сказать, что сегодня, придя положить цветы в могиле Сталина, хочу обратить ваше внимание, что Ленинско-Сталинская эпоха вознесла страну к победе высотам космоса и ракетно-ядерному паритету. В Режневско-Косыгинская реформа дала возможность создать уникальный потенциал, создать ракетно-ядерный паритет и заложить те базовые отрасли производства, которые сегодня кормят страну и обеспечивают ее развитие. Сталин в свое время сказал, что на мою могилу набросает много всяких небылиц и подлостей, но тем не менее ветер истории разметет их. И вот должен подчеркнуть, что по сути ветер истории уже размел всякие происки, всякие мерзости, которые высказывали против Сталина и выдающий советский потенциал. Восемь лет назад я участвовал в конкурсе «Имя России», где отстаивал эпоху ленинско-сталинской модернизации. Тогда организаторы этого конкурса трижды пытались переголосовать. В этом участвовало почти 40 миллионов в основном молодых людей. И они подтвердили трижды, что ленинско-сталинская эпоха является вершиной нашей государственности. Ленин и Сталин трижды вошли в первую тройку самых выдающихся деятелей нашей страны за всю тысячелетнюю историю. Почему так активно граждане страны вспоминают эту эпоху? Они понимают, что сегодня, когда страну обложили санкциями, когда против нас, по сути дела, ведут войну, когда стреляют в наш адрес не только в спины послов, но и ложью во всех руководителей, когда русофобия, антисоветизм пытаются отравить полностью общество, когда санкции обложили нашу экономику и банки, все понимать начали, что мы сильные, уверенные, перспективные, в этом мире кроме себя не нужны. Вот Ленин и Сталин сумели провести такие преобразования и модернизации, которые распавшиеся империю собрали в форме одной новой страны, Союза Советской Сатистической Республики, но собрали ее мирно на съезде народов, где в основу нашей будущей политики положили труд, справедливость, дружбу народов и гуманизм, основанный на качественном образовании. Должен сказать, что эта политика позволила страну, которая была в состоянии полураспада, поднять к вершинам победы. За 20 лет мы увеличили потенциал, вдумайтесь, в 70 раз и стали первой и второй державой мира. Гитлер расколотил всю хваленную Европу за считанные месяцы. Большая и мощная французская империя пала через 44 дня. Три дивизии, которые без боев вошли в Париж, в полном составе полегли под Сталинградом. Весь Париж тогда праздновал, что Советская Красная Армия над командами Сталина восстановила наши достоинства. И после этого несколько объектов Парижа были названы именем Сталина, и это сохраняется сегодня. Я должен подчеркнуть, что Брежнев и Косыгин продолжили эту политику, особое внимание уделяя развитию целого ряда новых отраслей. У нас появились суперклассные автомобильные заводы. Все сделано для освоения и обустройства Западной Сибири. Западно-Сибирские месторождения газа и нефти сегодня являются главной валютной кладовой нашей державы. Тогда мы стали впервые в истории самой лучшей державой в области образования, здравоохранения и науки. Тогда мы были первые в космической отрасли, обгоняя американцев на 10-15 лет. Первые в энергомашиностроении мы поставляли свое оборудование в 60 стран мира. Мы стали первые в ракетостроении, и сегодня наши движки отличаются тем, что американцы вынуждены покупать, никак не могут сделать свои такие. Мы стали лучшими в области социальной защиты Грарден и образования. Я хочу, чтобы вы это ощущали особо. Сталин, когда начал индустриализацию, он понял, что без подготовки кадров невозможно решить эту проблему. И тогда был объявлен поход не просто в получении качественного образования, но и в развитии всех отраслей науки. Он сам встречался с Академией наук, всячески поощрял ее развитие. И все сделал для того, чтобы талантливые специалисты, которые работали в западных лабораториях, вернулись в родную советскую страну. Должен сказать, что и зарплата ученого-профессора была приравнена к зарплате депутата Верховного Совета СССР. Профессор в ту пору без всяких должностей получал такую же зарплату, как и депутат Верховного Совета СССР. Сегодня этим даже и не пахнет. Все беды начались после того, как на ленинско-сталинскую эпоху стали наводить наветы антисоветщики, всякие подлецы и мерзавцы. Все, кто не собирался изучать историю и вообще не знал толком биографию Сталина. Правда, последние 10-15 лет, начиная с Карпова, который подготовил великолепную книгу «Генерализмус», ситуация стала резко меняться. Сегодня вся ложь, связанная с тем, что Сталин руководил войной по глобусу, что Сталин не разбивался в области литературы и науки, вся ложь, которую на него навешали так называемые демократы и ельцинская схвора, полностью, полностью разоблачена, и никто ничего, кроме озлобленного крика, не может противопоставить. Мы готовимся с вами к той дате, когда завершилась московская битва, когда от Москвы отогнали на 250-300 километров фашистские орды. Напомню еще одну страницу, связанную с мужеством Сталина. Когда фашисты подошли уже к Москве, Сталин пригласил в середине октября Жукова. В Москве было введено осадное положение и спросил, будем Москву сдавать? Жуков сказал, нет. Вы подтянули к Москве 6 отборных сибирских дивизий. Они прекрасно экипированы. Это мощные, крепкие силы, способные фашистов колоть в штыковую. Эти ребята, закаленные в Сибири, воспитанные советской школой советским учителем, каждого второго фрица закололи под Москвой в штыковую. Когда Гитлер подводил итоги, потеряв в этих сражениях почти миллион отборной своей армии, а на Москву были направлены отборные фашистские войска, он сказал, еще одно такое поражение на Восточном фронте, и мне неоткого будет рожать. Уже под Сталинградом в первых рядах гнали итальянцев, мадьяр, румын, лишь потом лезли сами. Сталин тогда принял очень важное решение, все сделать, чтобы сохранить военный потенциал. Впервые в истории человечества, впервые ни одного военного завода не досталось фашистам. Полторы тысячи предприятий было отправлено за Волгу, за Урал, и в течение двух-трех месяцев начинали производить продукцию для фронта и для нашей победы. По Транссибу туда отправили почти 10 миллионов человек, которые трудились на фронтах и обеспечили всем необходимым нашу армию. Вот потенциал мобилизационного плана Сталина, вот возможности великой советской эпохи, вот в чем руководящая роль коммунистической партии, которая была сражающейся партией, и две трети коммунистов полегли на фронте, были ранены и контужены. Я уверен, что этот уникальный опыт сталинской эпохи будет изучаться новым поколением. Мы идем навстречу столетию Великого Октября, столетию Февраля, столетию Гражданской войны. Сегодня всякие мерзавцы и русофобы, антисоветчики пытаются снова разжечь недоверие внутри общества, но это уже не получает поддержки. Страна прозрела, страна понимает, страна осознает, что только в годы советской власти с нами считался весь мир. Только в годы советской власти мы имели ракетно-ядерный и стратегический паритет. Только в годы советской власти каждый имел работу, спокойное и уверенное будущее, бесплатное образование и медицинское обслуживание, и достойно нёх высокое знамя Октября, знамя Ленина-Сталина. Сегодня, в этот памятный день, хочу еще раз вас поздравить, напомнить, ничего не получится у нынешней власти, ни в Кремле, ни в правительстве, если они по-прежнему будут закрывать мавзолеи в ходе парадов, если они не поймут, что лишь опираясь на тысячелетнюю историю, можно уверенно двигаться вперед. В текущем году было три знаковых выступления в Государственной Думе. Выступил святейший патриарх Кирилл, который прямо заявил, наша главная моральная и духовная задача – соединить Святую Русь с державной Россией и с советской справедливостью. Я считаю, это абсолютно важно в нынешней ситуации, когда в стране разгулялся кризис. Выступал Путин, заявил о том, что мы должны все сделать, чтобы выйти на мировые темпы экономического роста. А это более трех процентов роста ВВП. Но при том бюджете, который приняла Единая Россия и предложила правительству Медведева, эти цифры абсолютно недостижимы. Там на 500 миллиардов за три года сокращаются вложения в экономику, на треть урезаются сигнования здравоохранения, и на четверть сокращается то, что необходимо крайне сельскому хозяйству. Мы считаем, что нужна новая политика и новый курс. Для этого надо все сделать, чтобы прислушаться к выступлениям. Из нашей фракции выступал трижды в Думе Нобелевский лауреат ЖРС Иван Шалферов. Это гений, который прочитал три лекции. Вдумайтесь в темы. Первая – советские атомные и американские манхэттемские проекты. Сотни новых изобретений, и мы преодолели монополию американцев на атомное оружие и сняли опасность их вероломного нападения на нас. Вторую лекцию прочитал власти наука. Сегодня наука брошена на произвол судьбы и по-прежнему разрушаются. Там чиновники, не понимающие ничего, руководят и финансируют крупнейшие институты. И третье – почему социализм? Он привел работу Эйнштейна 1949 года, где тот написал после войны «Лишь социализм спасет человечество от войны, лишь социализм обеспечит справедливое развитие общества». Вот сегодня, чтобы выходить из кризиса, чтобы ликвидировать социальный раскол, который только нарастает, нищету, безработицу и бесходность, надо опереться прежде всего на великую советскую эпоху и все победное, что было в нашей тысячелетней истории. Еще раз поздравляю вас с этим памятным днем, желаю вам всем успехов, ну и в Новом году, а Новый год юбилейный, чтобы мы достойно встретили Великий Октябрь. А к нам приедут почти все партии со всей планеты отметить эту выдающуюся дату.